Сегодня в эфире многих мировых телекомпаний показывают фрагменты фильма, снятого иранским каналом, что уже само по себе огромная редкость. Программа, по сути, следственный эксперимент по нашумевшему делу иранки Секине Мухаммади Аштиани. Женщину признали виновной сперва в супружеской измене, потом в сговоре с целью убийства мужа и в результате приговорили к смерти через побивание камнями. Жестокой казни, применение которой вызывает в цивилизованных странах ужас и гнев. Но Иран, судя по всему, перешел в информационную контратаку, превратив подготовку к средневековой казни в рейлити-шоу. Павел Матвеев посмотрел запись. Секине Мухаммади Аштиани — грешница, убийца и блудница. Исчадие ада, каким она предстает в фильме иранского государственного канала, вещающего, заметим, на английском языке. С бесстрастным лицом она рассказывает миру, как изменила мужу и убила его в 2005 году. Мужу не здоровилось. Он сходил к врачу, и ему прописали укол. Лежал муж здесь. Качеству реконструкции позавидует любой западный документальный канал. Все о мельчайших деталях. Настоящий следственный эксперимент. Я оставила сумку с лекарствами здесь. Потом взяла ту инъекцию, которую принес Иса Тахири. Этот укол должен был усыпить мужа. Иса Тахири — это любовник глудной жены и автор идеи убийства ее благоверного. И, строго говоря, его непосредственный исполнитель. Он решил убить мужа электричеством. Привязал к ногам оголенные провода. Шесть раз он подключал провода к розетке, но муж был все еще жив и шевелился. Седьмая попытка прикончила его. Это сейчас. Спустя годы она описывает убийство, как поход за хлебом. А тогда совесть замучила. В полицию Аштиани пришла сама. И дальше стали твориться странные вещи. Сначала Сакине приговорили к 99-ти ударам плетьми за измену. Суду более высокой инстанции этого показалось мало. И он вынес решение о смертной казни через повешение. Спустя год ее заменили тюрьмой. А потом снова вернули высшую меру. Только уже через побивание камнями. Это древний вид казни и, пожалуй, самый жестокий из дошедших до наших дней. Помимо Ирана его практикуют в Ираке, Афганистане, Патистане и Сомали. Женщину, улеченную в измене, закапывают по пояс в землю и забрасывают камнями, пока она не умирает в страшных муках. Само собой, решение суда вызвало возмущение на Западе, в том числе на очень высоком уровне. А правозащитники уверены, что в этом деле вообще не все чисто. Им абсолютно не важно, как все выглядит с юридической точки зрения. Они сделали из этой женщины марионетку в спектакле, единственная цель которого – убедить всех, что она виновна. Иранские власти с кожи вон лезут, пытаясь оправдать свои действия. История и правда довольно темная. Адвоката и сына Аштиани тоже арестовали и убрали под засов подальше от глаз людских. А немецких журналистов, пытавшихся недавно раскопать правду об этом деле, схватили и обвинили в шпионаже. Наше правительство продемонстрировало небывалую гуманность по отношению к задержанным иностранцам. Им в порядке исключения. Предоставили возможность общаться с немецкими дипломатами. Кроме того, на Рождество заключенным, возможно, разрешат пообщаться с родственниками. Сейчас мы рассматриваем соответствующее прошение. Демонстрация фильма об Аштиани, естественно, тоже вызвала на Западе возмущение. Спрашивается и зачем иранцам понадобилось гусей дразнить. К Тегерану и так отношение в мире неласковое. Ответ парадоксален лишь на первый взгляд. Как раз за тем, чтобы вызвать возмущение. Торг вокруг Аштиани идет давно. Ее должны были казнить еще в июле. Но отложили казнь именно из-за бурных протестов в мире. Новый повод для протестов, новый повод для торга. Сигнал Западу. Грех Аштиани чудовищен, но мы еще можем передумать. А передумаем мы не просто так, а за какие-нибудь уступки по каким-нибудь другим проблемам. Благо их масса. Видимо так. Иначе зачем фильм показали именно по англоязычному каналу. Павел Матвеев, Евгений Зубков, телекомпания НТВ.